Реализация программы «Доступная среда», трудоустройство, транспортное обслуживание, оздоровление – далеко не полный список вопросов, которые обсуждаются на заседаниях Совета по делам инвалидов при главе города-курорта. Он собирается раз в три месяца, и это одна из площадок, где можно напрямую пообщаться с теми, от кого зависит качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, общественники полагают, что необходимо выделять больше путевок пострадавшим от аварии на Чернобыльской атомной станции. Вопрос адресовали представителю Фонда социального страхования. Будем рекомендовать Советам инвалидов обратить внимание на эту сторону вопроса, и давайте, пожалуйста, будем рассматривать хотя бы несколько человек. Я не знаю возможностей Фонда, наверное, об этом лучше вы скажете, но я думаю, что нужно тоже будет предусматривать. Тему взяли на контроль и вернутся к ней на одном из ближайших заседаний. Основная задача работы Совета – сделать так, чтобы все без исключения могли жить полноценной жизнью, в том числе спортивной. В городском управлении спорта начали продумывать специальную систему нормативов ГТО. Буквально в 2017 году мы уже будем проводить такие первые тестирования. Конечно, тоже рекомендации идут, как и для здоровых людей, эти все спортивные тесты мы будем, естественно, отбирать согласно рекомендации по назначению, я имею в виду врачебных. Участники отметили, что уже появились дети, которые наравне со всеми посещают музыкальную школу. В этом году по программе «Доступная среда» оборудовали вторую детскую школу искусств. Всего в бюджете будущего года на эти цели по линии культуры предусмотрено 1,7 миллиона рублей. Это на 300 тысяч рублей больше, чем в нынешнем году. Деньги пойдут на модернизацию Дома культуры «Молодежный». Продолжение работ в детской школе искусств номер 3 Станицы Гостогаевская, Центр культуры Родина, дополнят подъемником на сцену. Там базируется единственный в крае ансамбль танца «Эриданс». Для коллектива по инициативе главы города заказали специальные коляски. Они оплачены, они заказаны, они индивидуально изготавливаются сейчас. И вот поставщики нам говорят, не позднее марта месяца они будут у них. Мы рассчитываем в январь-февраль, ну вот крайний срок, это мы. По словам Марины Мельниковой, произошло то, что она назвала изменением сознания. Если раньше инициатива исходила в первую очередь от общественников, то сегодня она едва ли не чаще исходит от руководителей учреждений. А это уже не измерить никакими суммами.